Владельцам гаражей в Старомосколе необходимо оформить земельные участки. На сегодня в округе 26 тысяч гаражей, из них собственности меньше половины. Программа инвентаризации продлится до конца 2018 года. Продолжит Оксана Шиманович. У Андрея Пальчика гараж в обществе «Металлург» с 1984 года. Достался ему по наследству от отца. Сами строили здесь. Я здесь в этой яме ковырялся, играл сам. Отец строил. Вот только земля под гаражом мужчине не принадлежит. Сегодня он оформляет ее в аренду. Должно быть все по закону, все должно быть правильно. Поэтому для того, чтобы самому быть спокойно, нужно, чтобы все документы были в порядке. Написал заявление, после чего приехали люди, сделали межевание, промерили и дальше оформляют документы. Сейчас процедура стала намного легче и проще, чем было раньше. Не надо, нету столько беготни, нету столько заморочек. Из 26 тысяч старооскольских гаражей в собственности находится только 10 тысяч. В аренде – 3 тысячи. Способ оформления хозяин выбирает сам. За последние два года более двух тысяч земельных участков под гаражами старооскольцы оформили в аренду. Если будет гражданин брать в аренду земельный участок, это будет примерно 80 рублей в месяц. Это на средний гараж 24 квадрата. Собственность на сегодняшний момент выкупается по кадастровой стоимости. В среднем это стоит 60-80 тысяч рублей. В основном все берут в аренду, ввиду того, что большая выкупная стоимость. Программа инвентаризации продлится до конца 2018 года. Тем, кто не оформит правоосстанавливающий документ, грозит штраф в 5 тысяч рублей. На сегодняшний момент на территории старооскольского городского округа находится 37 гаражных обществ. С некоторыми заключены договора аренды, но большинство используется без правоосстанавливающих документов. К сожалению, наличие членской книжки не является гарантией права собственности на гараж и, как следствие, земельный участок под гаражом. Поэтому мы призываем всех оформлять земельные участки и гаражи. Для оформления документов необходимо обратиться с заявлением в Департамент имущественных и земельных отношений по адресу. Улица Октябрьская, 5А. Оксана Шиманович, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...